всем привет народ с крещением православных и не православных тоже с крещением с праздником с праздником мы находимся в киевском поезде вернее поезд киев харьков едем с киева посетили одно интересное место очень очень интересное и будущих наших партнеров будем с ними работать дальше покажем видео где мы там посетили их не логово блин лёш я такого и не видел 60 сортов пива ну я не считал я здесь один раз был заходил заходил как на новый год покупал свой любимый паулайнер и еще там другие сорта ну как настоящий паулайнер настоящий да настоящий ну не передать не не подделать да да любимый вайсин самый насыщенный вкус кранов много действительно может и 60 есть магазин там небольшой но но сейчас зайдем посмотрим блин но я такого не видел объемы конечно профессиональная мережа мы посмотрим 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 глянем у пана ну что да расскажите нам пожалуйста позиции очень интересных сортов и обратно до 60 позиции на крана есть как и импортная позиция очень много есть большая часть крафта мы поддержим очень хорошо крафту культуру надо в нашей украине то есть и есть много регионального живого непосредственно это правильно крафт крафт сам тоже поварю немножко да тоже маленькие домашние кафты и да о о есть о чем поговорить да конечно то есть то же самое у нас это большой выбор запусок есть немножко виной группы до вина вы посмотрели закуски это хорошо нас интересует пиво что у нас еще что то есть ух ты то есть разнообразие причем мы развиваемся мы поддерживаем как-то пиво культуру и очень-очень не очень уценим за ее разнообразие маленьких пивальных заводов очень много да надо поддерживать эти эти слабые ростки они намного интереснее причем есть еще сердце нашего заведения нас вот это вот классическую музыку то есть пиво чувак ты слышал классическая музыка пиво подавчается классикой насыщает насыщивается позитивом то есть и при этом при правильной температуре сохраняется прикинь классическая музыка Причем сортов у нас довольно много, постоянно что-то новое появляется на кранах, недавно только продали банановое пиво от компании Бервиль. Это в стиле немецкий пченичный вайзен, но сварен с добавлением бананового пива во время варки, во время проживания. Именно с бананами? Да, именно с банановым пивом. Прикольно. Недавно закончилось кокосовое пиво от Варвара, тоже оригинальная позиция, сварено с добавлением кокосового пива во время варки. А как кокосовое? Там же масло. Да, я сам варил кокосовый milk stout, очень тяжело фильтровать, но получилось довольно интересно. Так же как с шоколадом и с какао. С шоколадом немножко легче. Тоже жирное. Да, жирное, тяжело. Я бы тут жил бы. Даже не смотря на температуру. Да. Класс. 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 Оно герметичное. Сохраняется при правильных температурах. То есть никак в большей части через холодильник пропускается целая холодильная камера. У нас открывается с первого либо шестого числа в феврале открывается самый здоровенный магазин по Украине по разливному пиву. На Аблоне или на Академию? На Академию. На Академию. У нас будет 100 кранов на разлив. 100 кранов? 100 кранов. 1300 позиций бутылочного пива и около 700 позиций виски. Кошмар. Да. Мы вот занимаемся развитием и будем просто вдохновлять крафтовиков. Сами тоже поваривать. В дальнейшем мы также попробуем маленькую пивоварню. Мы просто хотим дать даже неободным людям понять, что такое лагерь, что такое разница, вкусовые гаммы. Не, надо культуру внедрять, потому что наш народ очень слабо понимает по пиву. Очень много людей, да. Жигулевское – это пиво. Все, остальное… Либо Черниговское, да. Либо массовые заводы, которые, в принципе, используют более дешевое сырье. А ребята, которые реально используют качественное сырье, которые используют именно настоящее соло, которые используют настоящее хмель. Да. Дорогие сорта американские. Так же самое можно прекрасно сверить из нашего украинского хмеля. Там славянка или деграу. Да, баланские краски. Но я забыл кое-что покруче. У меня есть холморкаутс. Иглезно. Через неделю у меня появится Вайконштей Фаннер – самая старая немецкая пива в мире. А, кстати, нету Августина у вас вообще? Августина – это вообще региональное пиво, которое… Оно просто к нам не доходит. А я… Ну, оно тут скиснет потом к нам в Германии. А кёльш? Есть кёльш? Я сейчас кёльша поработаю. Поработаю. Вот не могу найти кёльш. Нету. Четыре года назад был кёльш в Украине. Варил кёльш и не знаю, чем сравнить. Хотя один подписчик говорит, блин, я по твоему рецепту сварил один в один вот то, что я пил в Кёльне. Вот так. Интересно. Ну, немцы, в принципе, да. Они классно всё-таки больше зачастую пиво варение идут чеки. Они изначально… Да. Они создатели вообще стиля лагер, стиль изображения. Ну… Тут есть сомнения. Это, может, произошло и в Чехии, но… В Чехии. Пиво вар-то немец пилотнер создал. Но… Именно вот это… Вот это немецкая и чешская культура отварочная. То есть… Это… Это… Да. Я не знаю. Я просто отдаю предпочтение бельгийцам. Деды пиво вар это… Очень-очень много лет. Бельгию люблю. Люблю. Да. Причем бельгийское пиво здесь занесено в ЮНЕСКО как мировое наследие. Ну… Люблю. И дубели, и трипели обожаю. Подруга. Да. Любил. Варил прямо… Сейчас варвар Допольштик от бир холодного брожения лагерного. Но по вкусу идентичный тропистом для крафта дюбель с насыщенными конечными эфирами, с сухофруктами и насыщенными… Ох, я чувствую, если тут, да, забуриться, это даже не крафтвест, где мы там половину прошли и просто выпали. Тут можно выпасть вообще с серьезного сада. Здесь есть бутылка, что мы пробовали. Блин, тут глаза разбегаются. Я не представляю, что будет там в вашем, в следующем магазине… В течение года можно каждый день ходить по парочкам. Да, да. И даже по парочку в течение года… Я думаю, насчет кранов так же само будет, потому что у нас есть любители… У нас двое пареньков, которые приходят каждый день и берут что-то новое. Вот у нас пришло четыре новых позиции, а не взяли четыре новых позиции. А потом приходят и допробуют что-то такое… Не, ну так… Пробовать надо, потому что, ну, глаза разбегаются, просто не знаю, что… Это надо… Вот… Справа… И пошел налево. По две-три позиции… Да. Разбрать, потому что… Вспомнить фестиваль. Мы после четвертой пивоварни я ходил, я… Нет. Горечь не ощущали. Уже не… Да. Не соображали, что… Что почем… Понятно… Аромат ощущается… Горечь уже… Да. Уже… Да. Уже… Да. Ну, а если… Дегустировать, да… Определить вкус, запах… Там все… Это, конечно, надо… Максимум две позиции… И там за вечерок… Ну, я… В принципе, каждый, что я пробую, я записываю. У меня уже около пяти тысячи… Ого! Да, около пяти тысячи перепробованных сортов пивов. Ого! А потом… Что еще интересного? Снимите этого человека, пожалуйста. Что еще? Что еще? Пять тысяч сортов. Да. Причем… Начало довольно давно. И все законспектированы, да? Не давно, да. Каждый сортов… Да. Каждый сортов законспектирован. То есть… Ну, помимо этого же… Пишу рецепторы, тоже пробую. В данный момент у меня есть восемнадцать сварок уже. Ну… Вот такие фанаты и поднимут крафт и культуру пива в Украине, я думаю, точно будет. Это да, согласен. Так, насчет развития. Мы планируем неоднократно менять сам ассортимент по разливу. То есть, 100 кранов будет, но 100 кранов, как у нас 60, постоянно меняются. Есть набратные позиции, которые стоят всегда. Но есть, например, у нас есть определенная позиция, которая постоянно стоит, а есть две, которые меняются. Например, у них вот новинка вышла. Как же мы без новинок? Ну да. Взяли что-то новое. По паулайнерам не меняйте. Не, паулайнер будет стоять, да, паулайнер будет стоять. Мы набрали всяких вкусненьких няшечек, всяких вкусненьких, аж слюна течет, уже не могу разговаривать. Целый пакет. Да, целый пакет всяких вкуснях. Сейчас задегустируем, чем они там торгуют, пока нас нету на рынке пивного изобилия. Что тут у нас есть? Так. У нас есть бланш-де-Киев, Украина. У нас есть пиво Милки-Вей, контрабанда. Хе-хе-хе-хе. Потом пиво Индия Пейл Эль. Тоже контрабанда. Блин. Одна контрабанда идет. Потом пиво Off-Road Элька. 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 Off-Road Элька. Что там у нас еще? Американ Вит Варвар. О, от Варвара попробуем. Американ Вит. Купер Хэд. Карт Ланг. Контрабанда. Опять контрабанда. Блин. Мы контрабанды набрали. Мы с поездом. Да. Не дай бог. Перевозим. Пограничники зайдут. У нас тут полно контрабанды. И пиво Бервиль Ванильный Стаут. Ух. Вот этот продукт мне очень интересен. Очень, да. Ну а мне тут в принципе все интересно. Так. Ну что. Отложим пока. Отложим. Планш де Киев. Ох. Какой светлый. Таких натурных съемок не будет. Нам бы тут самим усидеть. Так что открываем страничку. Путешествующий дегустатор. Ух. Ух. Пока поезд на месте. Сидим и ничего не едим. Да. Преподаватель прошел мимо. Ух. 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 Маршу. Прямо. Очень легкая. Не напрягающая. Абсолютно. То есть. Как-то. Ничего плохого. Въявления. Да. Летняя. Очень хорошая. Я думаю. Летом. Охлаждённая. Зайдёт. Хорошо. Такой поднятый. Стаканчик. Ее можно. Стаканяшку. Хорошую. Кружечку. Лопануть. Очень. Очень. очень-очень так посвящая пиво за легкая карбонизация такая абсолютно ненавязчивая никаких нот никаких не не горькая не кислинка такая которая должна быть в принципе лучше лично как в сухую зиму даже не интересно водичку хапнули долго ждали не ждали а очень долго ждать до очень долго столько дел что дальше нет нет но темные два стране они что мы давать ставим темные на потом милки вей милки в это на потом вставляем это темно оказать там будем потом принять я чё-то дать не заглянул милки вейдом я специально нашел молочный путь неправильный стал это вида как-то непонятно все чудо беленькое такое черное индия был эльбух контрабанда с индии контрабанда да да ну как ты любишь горькое пиво наверное она будет горько наверно она будет горько и наверно пить его будешь ты как ты любишь какой-то такой похож на лимонадик да ну да похоже на лимонадик пардон если немножко не дать мы знаем что сейчас будет поэтому же знаем дынькой дынькой и ананасом да 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 вы правы дынькой и ананасом пахнет очень приятно очень фруктовый запашок хорошо пахнет как всегда приятно вкусно надо попросить еще один стакан я буду нюхать а как его что я дрова и до пить ну не горькая не горькая нет ну как бы до горчи там хмель да как бы там она сидит хорошо боялись думали сейчас я же переживала хорошо да пахнет замечательно вот я говорю на массам дынькой и вкус приятной и не горечь есть но она такая в конце на языке слабая и быстро как бы проходит да вообще нет до клуб вектора вы удивили чего это надо контрабанда это контрабанда винтия пылы на контрабанда контрабанда project украина хорошо наконец-то удивили виктора да да мне вот такой и подал ее можно пить виктором очень с удовольствием я так думаю что на сухое в основном все ушло конечно горечь мягенькая было я думаю на варку довольте не бросали на это вообще да там меча хмеля хорошо у перхат карт-бланк контрабанда project сразу видно да что это план пшеничка от контрабанды что мы сегодня контрабанды набрались да будет реклама контрабанды у тебя пинка у меня да вообще пенки нет вообще до пены у меня немножечко появилась пенки у нас немножко неправильная дегустация бокалы не споласкиваем технической возможности нету каждый раз бегать споласкивать поэтому да уж на спрос такая домашняя дорожная до решили такой ноу-хау когда нормально да вполне нам по поверьте очень уютно и комфортно там 7 тут тепло не такой едем домой ночь тепло . красота пшеничка так что-то какой-то еще плотнее это залога какой-то не как кожей пах только хотят сказать что то что то еще есть помимо пшеница кожей какой-то да интересно какой-то запах вроде даже это не не пивной попробуем ну да ну да второй я не знаю скажите мне кисленько мне очень кислинка не кисли очень кислинка им такой больше на квас похож может это стиль такой под подкисляк даже не знаю да не знаю тоже нет пахнет не нет мне неприятно как бы интересный работа пшеница ну пшеничное пиво еще как будто вот какой-то кожаный запах есть воде колонах ли там туалетной воде знаешь запах дерева кожи ты думаешь такой необычный способ добавления пшеницы что-то я диколон добавить мужской нет не думаю ну что диколон но не дата добавить сразу говорим да как-то необычно не отталкивает сильно ну кисленький очень кисленький поэтому для любителей кисленький когда это пойдет но я не любитель сразу говорим ну явно что не все в порядке слинка не из-за того что она уже про портила себя и пропала до не абсолютно не это не имею вина все очень вкусно на просто кисло до пшеничное пиво кислая как квасок наверняка такой стиль так и задумывали не знаю ничего говорить не буду чисто свои ощущения да пиво и виски на пиво это же папа про дедушка всех этих напитков основа собственно на некоторых стадиях то и процесс сдают личный айму идентизме но там конечно немножко отличается там все-таки вы бы выбраживание быстро идет на максимально сухое и потом да но ингредиенты градиент за те же самое что вот вода киране и поражение позиции у нас есть две позиции которые проходят весь процесс это его варен на это виски настроен в бочках с подай пи с добавлением и пи и джеймисон выдержан бочкой с поставок а то есть теперь меняется дата обычно крепкий алкоголь пиво выдерживали в бочках из-под крепкого алкоголя а теперь крепкий алкоголь наоборот интересно почему нет тоже интересно почему конечно кто запретит в данный момент да у нас есть две позиции из виски которые бочкой с подай пи и бочкой с под стаута интересно я пробовал джеймисоном да ему стаут отдал кофейные кофе черный шоколад и он очень очень интересно а папа виски статистику идешь гурман пиво я помешана пиве вырос пиво и хотим ввести свой импорт мы хотим ввести те же американцев которых нет в украине тех же поляков которые тоже оригинальность ну да сортов то и или очень надо много хорватское пиво хочу ввести болгарской пиво мне интересует то же самое черногорск черногорская никшичка она тоже очень интересная причем на свините общение я тоже пробовал на прекрасно я пробовал 400 они ребята я тут конечно вообще вам в подметки не горжусь и даже ванки лайн еще привести пошел на шри-ландскую не пробовал мой мальтийская пробовал 6 метров тебя ну китайская пункта понятно у нас китайских а то было стал тоже очень интересно я там стал ты не хочу очень раньше на 3 свое дело варисы то есть вот наши 60 кранов разнообразие очень большое представлены кстати импорт и ваш любимый пол лайнер скоро станет на краны также урку ну лёша пробовал настоящий есть очень большое количество оригинального живого пива мы поддерживаем их потому что пиво варится тоже прекрасно ребята стараются есть ребята с полтавы которые варят тоже тесно сока недавно нас варили бланш-де-киев за основу взяли до бланш-де-бруссель только место пшеничного солода вас основе взяла ячмена здесь смена нефильтрованный бланш как-то оригинально вообще вкусовой гамме не лучше открывается цитруса это пшеница она смягчает ячмень он как-то повышает речи да он становится речи и более более фруктовый так же само от мы у нас есть варвар даже ребята с киевской пивоварной есть ципа причем с ним есть тоже более оригинальный стиль это манчул копченый лагер и пломбир и пейс добавлением лактозы пломбир мы пробовали да интересно очень резко такой мягенький очень хорошо пьется легко ребята сберлили у нас очень хорошие наши партнеры и хорошие друзья это компания к парк от это его на франковцы тоже прекрасно с этого это пьюстнер у них есть овсяный стаут и пей то же самое мы запустили свой проект это линейка контрабанда мы взяли контрабанда контрабанда это из каждой пивальны мы взяли самые лучшие сорта на наше мнение и поставили к нам на кран а то есть есть у нас коллаборация андр вуда и копор хода тогда был и по очень насыщенно очень горько для любителей горького пива есть карт-бланш стиль сочетания немецкого и бельгийского стиля в одном есть и прекрасная цитра своей нотки и пряной нотки как в бельгийском стиле и очень нежные мягкие пшеничные с легкими даже банановыми оттенками как немецком даже выбрал и прав пил старку проход хорошее пиво на классическое классика но мне у меня она немножко дает вид вид белым виноградом и винными нотками сочетание с салатами и очень чисто сразу не разобраться конечно очень много то есть есть очень много людей которые приходят за классикой есть очень много людей которые приходят там за сидрами тоже прекрасный напиток сидры натуральные то есть я искал сидры не мог найти нормальные сидры потому что в основном это сок со спиртом делает чаще всего это реально яблоко яблочный сок за основу то есть но сидр он он должен пахнуть продуктом брожения да да вино вином дрожжами но никак не свежим зеленым яблоком или вишней там какой сидр согласен согласен но в принципе это более более натуральная есть и сюда свои ароматизаторы но там их минимальное количество но у нас мы завезли испанские сидры которые там самый настоящий да круто молодцы ребята конечно да да у нас ну это круто так чтобы у нас каждый был до своем деле профессионал по-другому и не получится вот так круто создать да если не не фанатик это конечно не фанатиками здесь просто тяжелый человек приходит забираться даже да мы подсядешь по-любому начнешь узнавать что это как делается какой вкус у одного второго третьего да ты когда когда только начинаешь вливаться пивную культуру ты просто понимаешь что обычный лагерь это это уже уходит на задний план давно давно пора нам проводить культуру пивного употребления потому что ну нету массовые гиганты просто задавили двумя-тремя сортами в основном лагеров плохих лагеров и народ просто даже не знает тут элементарно что пиво там даже вот есть или есть лагер и не говоря уже просто там 800 сортов которые существуют в мире да то просто пиво так это пиво есть некоторые личности не буду называть политики которые говорят что его это напиток для бедных для бедных ну яркий пример что человек абсолютно не разбирается в мире да то есть он приходит в магазин там стоит вот такой снаряд два с половиной литра за 20 перечеркать да за 20 гривен ну понятно для кого же такое напиток еще там два в подарок много сейчас просто пивная культура тот только-только начал развиваться в подаче пива в производстве пива но немножко даже сложнее чем вино потому что в так же самых пиве подбирается бокал проявится температура подачи подбирается закуска раза разнообразная поставим по садаповским традициям 2 литра пиво тараника больше ничего не надо ну вот вы парни на новый как бы уровень начинаете выводить все-таки это надо дома я думаю даже сама скоро на большом магазине будет разнообразная линейка бокалов разной стиле мы будем объяснять при какой температуре лучше пить это пиво то есть с определенного бокала так же самое будем подбирать по вкусовой гамме человеку под пиво подбирать через да люди уже будут выбирать как что им нравится то есть перепробовать кому-то кислякий кому-то горькая кому-то лагер и кому-то ароматные там кому-то крепкий то есть уже можно подобрать под себя и при 60 экрана человек приходит и берет то что ему нравится а я думаю при 100 кранах то что у нас будет и про и тысячи выборят тысячи выбора ассортимента человек просто придет потеряется мы направим дадим дадим попробовать потеряется сто процентов не было недовольных клиентов все клиенты приходят с улыбками все довольны и постоянно покупатель всегда приходит всегда берут либо что-то нового либо что-то постоянно и всегда всегда уходят с улыбками всегда будет довольны и постоянно возвращается дальше дальше у нас оффроуд элька вот по факту только или на кто-то выбрал я выбрал скорее всего я точно не выбрал ночью элька шмелька элька элька название да и очень ну это элька девочка которая шляется по бездорожью это может означать фантазия так да что это чем-то связан надо запах такой солодовый да давай ячмень ячменный сладкий сладкий ячмень солодовый солодовый запах хмель хмель минимальный скажем дали вообще не слышу нет но определяет что это не не брага них вас это пиво то есть хмель присутствие понятно что мель него не обошлось а ну я не акцентирован и он не равна чисто чисто солодовый если приобретать его найдут много а у твоя любимая горечь горечь такие по ну и не по по-моему вообще менее горькая была такая мягкая да да ароматом в аромат на конечно до сбивала вообще все а здесь абсолютно солодовый абсолютно солодовый аромат да ничего не говори что он настоящий такой надо пьешь и даже не задумываешься потом как вот она настоящая ничего не говорит что она горькая них чего вообще от меня пахнет я же варю ладно бытов хмель добыл перебит полностью это понятно что ты пьешь ничего не предвещала беды оказалось подвохом засада эль это такая еще так девчонка да пахнет чисто солодовое пиво хорошо пахнет очень приятно хлеба хлебное такое зерновое и тут пахнет и в конце даже кого хохмелевый забыли вот он я такой на любителя скажем так но это ближе ко мне да да вот кто любит горькая но не любит ароматику хотя я люблю ароматику нет ну есть люди которые туда ну фу а доелый план одеколона до воняет ну хочу горько и да хочу горько она именно вот у его нас релька свернула дороге нацепляла полыни слышишь а может полыни вот тут нет и нет поможет не полыни должна пахнуть тоже полыни ну да на дровой дала накажет на руководине нет ну какая-то горечь непонятно запаха нету а горечь есть тут у данных садит исполнил конечно интересно упа как это коммерческая так ну что пробуем следующий ну ванильный оставить на на потом потому что там да я его специально приберег american вид варвар все контрабанда кончилась абсолютно легальная первых пиво от варвара и попробуем ну такой бледненький мутненький летненький мутненький хороший слабо такой аромат хмеля вид сразу чувствуется что пшеница до такой пшеничный и такой кислинка слинка дает пшеничной кстати дрожжей не особо чувствуется слышу обычно пшеничные страдают тем что перебраживает ну большой процент доли запаха дрожжей идет такой бы дрожжи должны присутствовать в пшеничном пиве это как бы нормально но акцент не должны никакой большой до большая доза дрожжей тоже перебивает как бы не очень это хорошо не чувствуется чисто пшеничкой тишина рот но я скажу что пшеничка вкусная чистая пшеничка и пшеница до без всяких вообще немножко немножко повышенной горечи или после пелосе я после эльки я может быть и не чувствую такое не не я с горечью у меня рецепторы у меня после 50 у меня все ходы записаны и аккорды все по горечи настроены поэтому чуть-чуть с большей горечью чем пшеничные сорта германии на немецкий сорта германии нас пишут очень вкусная достойная пшеничка приятно ровная да немножко более бой большей горечью а кислинки не так ну кислинка как нет сильного акцента нет нет они чуть-чуть обычная ровный то есть вор сделал стандарт до стандарт ровненький стандарт очень очень вкусно и достойный в поезде поезде сама заходит извините рыбы нету да кстати он и не предусмотрел акции ради вот пшеничное пиво да как бы она под рыбу не особо идет такой я думаю пойдет потому что горечь присутствует и соленая рыбка очень хорошо подменяет переходим темным мелкий вы черный милки вы кто бы мог подумать что молочный путь придет к нам их будет черным ну что пиво с лактозой мелкий вы этот а тут не написано да просто мелкий вы до контраба а трамбанда вернулась к нам слушая даже не посмотрю что контрабан контрабанда да у нас сегодня вечер подпольного пива да я решил попробовать во первых ну она твою она смется видишь и читают неправильным стало там считается потому что там чего то ли жареный солод кажется не используется вот именно вот а какой вот не знаю сейчас узнаем нужен качу нужен к чувствуется ну как не используется если жонкой пахнет не сильный запах такой же жонка явно издает свет дают на него по любому бабушки не ходим могу дать текстом почитать ну слово вам игорь викторович вы у нас специалист я пока так что горечь перебью и да да в самом начале он такая жареный 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 кофе при вкусе легкое приятное вначале тело проходит соглашусь ну в конце естественно ядерная горечь жареного кофе опять кофейная есть ну да конечно ну необычная скажем так очень необычная очень нестандартно бьется легко пьется легко даже мне твоим повышенное чисто горечи до но скажем глотком легче легче да нет дрожжи вылезают все более больно на первый план я про горечь не горечь и она как бы распространилась порту и уже горечь все пошел стал с каждым глотком запах кофе как бы не изменяется а запах дрожжей все более увеличивается но для меня как-то вот я теперь дрожжи чувствую только у меня может у меня заклинило на этом деле я дрожжи теперь чувствую да очень хорошо и сладковатое мягенькое дрожжевое так и запишем кстати я хотел спросить есть это дискорды карточки у вас у нас есть накопительные карты первые покупки вы накапливаете по три процента на дальше ваш концент растет за эти деньги которые можно назвать это кэшбэк бог бонусы и договоры вы можете делать покупки абсолютно полностью никакой максима максима нет вы ограничены или вы за процент нет то есть если там три процента скидка максимально скидка это именно накопление 3 процента накопления больше берешь больше накапливать рождение там 10 процентов не пока еще нет а так у нас постоянные акции на бутылочные сорта пива также представлены определенные акции на разлив что примеру также капитал такси с чески на счет с него прекрасная цена ведут тому что это импорт и за 59 гривен за килограмм это достойная цена не поставлены в бутылочные позиции в сухой стал титаника ровенский и американский поляки 15 процента сейчас скидка на все эти позиции действует на стоимость кег можно выиграть да вы можете выиграть кега любого напитка который будет у нас на кранах на новом или если вы выберете напиток в которой кега является 10-литровая это ваша книга персонально ваши мы будем проводить эту акцию на открытие нашего магазина который будет 5 числа 5 числа мы задумываем стартовать февраля следующего месяца вот этого числа надо приходить на мне не здесь мы стартуем на академ сити будем там открывать самый большой наш магазин там будут акции также на бутылочное пиво и на кеговое надо обязательно выиграть себе кегу так что приходите будем радовать хорошо это именно на академгородок да это именно академ сити можно и на академгородок опять вопрос когда в харькове будет не зручно ехать киев блин понимаю своей кеги я я тебя вы обещать хорошего почта и отправлены половина процента сайта нету пока да пока еще нет пока этим кто хочет посмотреть заходить да да приезжайте смотрите пока если так виртуально ну посмотреть подписывайтесь на страницу фейсбуке будете владеть новинками всеми что здесь не больше пиво смотря в какой период когда то есть ближе к новому году был больше людей закупала более крепкий алкоголь сейчас я могу сказать пошел легкий спад ну при этом люди также больше конечно пиво что бутылочные что на разве здесь постоянные клиенты которые каждый день приходят и ребята подберите мне что-то новое постоянно 3 4 по 0 5 я бы был клиентом таким опять таки вопрос когда харьков 2 бутылочки да и домой надо вот когда профессионально к этому вопросу подходить и потому что тот же разлив через пегас и вот надо регулярно промывать следить за этим даже самое отличное пиво если ты поставишь на грязный пегас она там что и говорят у людей почему-то вот именно из-за такого неправильного отношения и бытует мнение что вот живое пиво она скисает там через два дня нет это не живое пиво блин она и она висы испорченная она инфицированная пиво до принципе то есть убеждение нормальное живое пиво она блин месяцами может стоять в холодильник поставил она стоит да здесь сильно не контактировалась да 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 ну даже даже если контактировал с кислородом она да но заветрится нам немножко будет у него там запах немножко изменится но она все равно не должно скиснуть потому что если через пегас там углекислотой надувая сначала стола до условия подриваться оба кислота после чего когда полностью заполняют бутылку углу кислота начинает запускаться сам напиток единственный контакт идет когда получается снимаешь и занимаешься да да учитывая что люди сразу же то есть пьют а при установке кеги то есть подключение кеги к лишнюю мы это промываем то есть дезинфицируем вот я же говорю надо все это профессионально подходить промывку регулярно делать то есть правильно мы правильно хранение все это да это я удачно зашел да и карточку не сделать конечно какой объешься вот меня интересует сейчас пшеничные просто хочу у меня сейчас разработана рецептура на линейку именно пшеничного пива вайцин дуркин вот динкл вайцин а с такой ручного еще как марш алька кальку тоже можно взять положение на 5 есть конечно можно пробу взять да 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 возьмем на пробу по пол-литра до а ты еще сам возьмешь отдельно то есть в общем проб пробуем сначала мое потом каждый свое как ты говоришь это погасни пошли это не коллаборация это купажирование назвать эти коллаборации ты даже желудочный кружок но желудочная беда приставка не очень желудочная давайте попробуем попробуем жигулевская нет жигулевская не хочу все бланш де киев наверное давайте попробуем что это да вот разогламировали сказали что и интересно очень интересно то есть он получается даже не пшеничная а чисто ячменный ячменный бланш ячменный бланш очень интересно легкая нотка вот банану мне лично кажется там из-за ячменя вот она есть вот мне интересно да все дегустационный набор готов дисконтная карта нам не нужна мы не местные свой продукт мы дегустируем с игорьком купе веселая ночка нам предстоит ванилла айса ванила айс нет когда музыка была крепкий мощный овсяный с добавлением ванили по идее чувствует ты по наливу понял что мощный на а у меня опять нинка если не ошибаюсь 8 и 2 8 и 2 алкогол так вот с праздником закончим забьем в крышку гробах последний гвозди я бы очень не сказал ночью черный мой какой запах виктор шоколад ухты это не кофе это это шоколад шоколад шоколадом пахнет горьким шоколад на горький курки шоколада слышишь я не могу такого запаха добиться мне постоянно кофем жареным еще говорят там то есть жженый ячмень там цветностью 800 это как бы шоколадный но и называется чоколай когда поварили с тобой же шиперки стала там же шоколадный получается что брал шоколад шоколадные даже я помню прекрасно пахнет кофе пахнет кофе да а тут шоколадом может может действительность добавление ванили понял программа на 20 литров даже цена на шоколад же идет то есть если горькие какао папы пробовать они просто горькие у нее даже запаха нету а при добавлении ванили шоколад кажется дважды добавляется ваниль если не ошибаюсь вообще я говорю ваниль ваниль именно ассоциируется у нас с шоколадом потому что во всех шоколадках добавляется ваниль и она сразу идет ассоциация что это шоколад хотя ваниль с какао-бобами там или например с шоколадным солодом вот она дает тут такое вот шоколадное жидкий шоколадный класс только не горячий класс запах запах обалдеть просто ребят я браво браво бирвиль бирвиль супер да запах еще не пробовал запах запах просто снес класс шоколад остается класс класс слышишь по-моему это первый первый стаут который мне вот зашел прямо и запах и вкус но горечи нету дикой горечи он сладковатый и мягкий все в одном но даже в восторге это жидкий шоколад жидкий шоколад да я просто авторами я думаю сейчас конкретно ярко будет выражена ванили но тут оказался шоколад шоколад я думал сейчас будет кофе с ванилью блин чистый чисто черный черпах черный горький шоколад и я таких коричей резких жестких нету легкая карбонизация блин ребята я ваш манат бирвиль хорошо слышишь ну я тебе говорю как бы по черным сортам ну тяжело дает они пьют сюда свои нотки есть но так чтобы вот прям на душу лег 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 да я попал запал я вот с таким бокалом могу то есть сидеть и все рыбать потихонечку просто в удовольствие нюхать 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 потом отпил немножко я жил шея брал и вкусом нахладить насладился очень понравилось да я как увидел я сразу я думал надо попробовать срочно я читал они не стал я но я стал о нем я что-то не думал что там шоколад ребят честно он дафа у них но были вон до шума и вода фау акселент бриллиант и веревы 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 очень вкусно очень прямо достойная такое заде завершение дегустации слышишь остановите поиск где без поправимся брать вернемся возьмем побольше купим я бы литрушку взял скупался он кстати не очень дорогой для сталков ванильный стал 64 гривны килограмм грубо говоря ли литр 64 гривны литр для такого там там наиболее что стоили ребят да и мелкие дороже даже мелкие вы 88 до виктор все таки пока как пикер боли сердце попали да я ребята если я буду пытаться такое сделать короче мне очень понравился не есть задание так он и сладкий да сладко как бы пиво сладкая да не очень почему-то вовсе да я ничего не алкоголя вот именно что там 82 он больше чем точно 8 и 28 не чувствую то есть не чувствую алкоголя вообще ассоциируется как жидкий шоколад и сладкова то есть просто подчеркивает мягкость вкуса и обалденный запах так что ребята спасибо за просмотр мы будем добивать наши снаряды это прячется номер один да ну а всех приглашаю посмотреть то замечательное место с кем мы собираемся работать и где будет представлен наш продукт да строящийся объект новый литра в супермаркете вариус что за улица это академгородок метро метро академгородок ну я короче не знаю здесь не разбираюсь вот здесь еще круче магазин будет здесь на 100 кранов будет пиво и тоже там целая куча бутылочного пока еще только строится интересно посмотреть ну да жду блин я в том магазине немножко прифигел блин ну такое разнообразие а в этом наверно вообще жесть будет ага впустили нас посмотреть ну объемы впечатляют такие это не закуток такой да с десятком пегасов 100 пегасов блин камера камера да холодильная камера блин просто как вагон вагон твой поезда вообще кошмар вау вот это масштабы я понимаю серьезно серьезно вообще серьезно какие-нибудь специально стеклянная дверь чтобы люди могли видеть что это не с одной бочки все разливается то есть каждый сорт пива своя кега все по-честному максимальная открытость это правильно я сам такой чтобы все открыто все видно все доступно из чего сделано как хранится как разливается никаких тайн чтобы люди доверяли ну я так понял тут людей будут учить показывать чем отличается лагер от эля вот брожение лагера от нуля до семи градусов а эля брожение от 15 до 28 градусов по цельсию настоящие тут же еще он говорят что вся стена вот это вот вискаре будет 750 вроде 750 видов виски еще будет на разлив виски на разлив самый дорогой будет 175 тысяч гривен бутылочек 175 тысяч самая дорогая бутылка будет виски 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 6 тысяч долларов это кстати прикольно на разлив можно попробовать 750 бутылку виски я не уверен оно мне понравится не понравится так взял да и бизнес цен попробовал чисто хорошо для любителей виски да зашло буду брать бутылку ну или не буду просто хотя бы попробовать потому что бутылку то не смогу взять цена и цена да ну круто конечно круто ну я надеюсь тоже без наценок таких бар барных будут которые там накручивать там по 200 процентов по 300 если сравнивать с средним бокала импорта в заведении в приличном и ценник здесь конечно разница есть разница конечно ну там конечно официант подает бокал все дела за это переплачивать я дома у меня хороший бокал я тоже могу дома хорошо налить целая коллекция тебе отсылать буду бокалы и и и и и и и